Смотрите, вот я, видите, вот там вот на... Сейчас покажу. Короче, на сосне вот там красненькая висит эта кормушка. Кормушка, которую я повесила для того, чтобы подкармливали выпущенных нами синичек и воробушков. Почему туда приперлись чертовы скворцы? У них есть отдельная кормушка. Негодяи. Она знает и не хочет выходить. Мора, пойдем, оставь женщину в покое. Главное, она же не выйдет, пока нас нет, да? Или выйдет? Кецаль, пошли. Кецаль, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, мать. Мама уйдет, а Форест придет. Мора, иди сюда. Пошли, 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 все пошли. Кец, пошли. Хорошо. Отлично. Страус ничего не заметил. У нас что будет первое? Давай, наверное, к ней я с этим сначала, потому что не сетенок выпрыгивает из коробки быстро, а ушанен... Хорошо. У меня сейчас пока я пересадила, я махнула местами, короче, филина и ушанок, потому что ушанок резко нападало, а филин один... А, все-таки валятся. Да, валятся, а филин один и... Ну, как бы он сидит попу, и все. И больше ничего не делает. Ну, как хорошо. А что, ну, я вот... А для вас стекует. Я с ракеток с оруком несу, галком. Нормально же? Да, да. Это который, который его, Адель сказала, да, что его можно... Да. Да, все правильно. Короче, приехал доктор смерть, который умеет попадать в пену, поэтому мы сейчас этого лебедя отпустим на иголочке в лучший мир, потому что я не осматривала этого лебедя, он велся у Кати Шевченко, оперировался у Кати Шевченко, и операция там была совершенно шикарная. Собрали перелом бедренной кости, но, собственно, кость это не вся нога. Там есть еще мягкие ткани, там есть еще сосуды, там есть еще нервы с иннервацией. Я так поняла, что проблем особых не было. А вот с трофикой именно в плане сосудистой системы проблемы были. И пользоваться он этой ногой не пользовался, поэтому собиралось это все из надежды, что сделаем, что можем, и будь что будет. Но, к сожалению, в данном случае выздоровление не произошло, и шанс использовать мы не смогли, потому что, собственно, кость мы собрали, иннервация была, но трофика ткани была нарушена, поэтому ткани начали отмирать в какой-то момент. Ну вот, дальше все это, естественно, идет в нарастающие, отмирающие ткани дают достаточно большое количество токсинов на фоне распада белка. Поэтому таких птиц оставлять на умирание, полежи на травке столько, сколько тебе отведено, это не очень гуманный вариант, потому что это достаточно мучительная смерть с болями на фоне полиорганной недостаточности. И дожидаться того, что птичка погибнет сама, можно еще где-то неделю. То есть ресурсов организма на какое-то количество времени протянуть хватит, но качество жизни при этом абсолютно неадекватное. Здесь мы можем видеть, что у лебедя достаточно выраженная анемия, плюс сильная потеря веса. Потеря веса я вам не покажу, а анемия я вам покажу, потому что у этого вида шипуны анемия достаточно хорошо видна по кровоснабжению клюва. Клюв в норме должен быть красным, да, то есть вот эта часть, она должна быть ярко-красной. У этого лебедя она бледно-розово-голубая, именно потому что, собственно, есть системная анемия на фоне разрушения красных кровяных телец, на фоне массивной интоксикации, которая дает вот эта вот злочастная нога. Здесь достаточно обширный очаг некроза, причем влажного некроза в том числе, несмотря на агрессивную антибиотикотерапию. Собственно, купировать этот очаг некроза не получилось, потому что проблема здесь не в том, что его едят бактерии, бактерии, здесь вторичная проблема в том, что ткани отмирают сами, вне зависимости от того, есть там бактерии или нет, потому что, собственно, они не получают нормального питания. Естественно, без нормального питания, собственно, ткани существовать не могут, поэтому здесь все сочится, некрасивое, вонючее. Здесь некроз пошел по сухому типу, по периферии, то есть здесь у нас вот эти вот перепоночки, которые уже не живые и выглядят как пергамент, а здесь некроз пошел по влажному типу, то есть по гангренозному типу. Вот, собственно, касаемо эвтаназии, почему это гумания, чем вот и бежим, и загибаемся, пока не загнемся. Сначала мы даем наркоз, то есть, соответственно, птицы погружаются, ну, там есть много схем, но, в общем, смысл в том, что мы даем наркоз, животное погружается в глубокий сон, и дальше, соответственно, передозировкой наркоза, либо какими-то другими препаратами наркотическими, не наркотическими, о, краиновыми производными и так далее, мы догоняем по вене нашу эвтаназию для установки сердца. Интересно, когда начнется земляника? Так землянике хочется. К нам приезжала Мария Маркина. Вообще она приезжала не для того, чтобы усыпить лебедя. Лебедя просто, ну, попросила посмотреть Катю Шевченко, которая его оперировала и вела его, собственно, изначально. Вот. А Матша привезла к нам еще сов. Вот. Вот этот вот, если помните, хлеб, который у нас... В общем, он вон та сова из какой-то каки отмытая. Вот этот хлеб, он у нас уже живет, и его скоро можно будет выпустить. А вот это новый хлеб. Это все серые неясыти. Ну, я, опять же, ходить к ним особо не буду, потому что эти птицы меня очень не любят, они очень волнуются при моем приближении. И мне совершенно не надо, чтобы они себе повредили перо, потому что если хищник повреждает себе перо, то это сразу проблема для выпуска его в природу. Я совершенно не хочу, чтобы у меня было еще несколько сов, которых придется зимовать, линять и так далее. К истребам тоже не пойду. Могу поснимать их просто через решетку для вас. Что у них все хорошо, их почистили. И даже, говорят, у них там какая-то травка где-то пробивается. Да, пробивает. Савиный вольер. Вообще, это вольер Филина. Но Филин сейчас переехал в другой вольер. К сожалению, потому что у нас не хватает деревянных вольеров. И мы хотим в этом году поставить два новых. И так как Филин у нас не летает из-за того, что у него нет перьев на крыле, а здесь все птицы летные, их очень много уже. Поэтому мы решили их пока поменять местами. Но в любом случае Филину нужно будет другой вольер, потому что крупная птица, и в маленьком вольере держать его не камильфо. Здесь сейчас у нас ушанки, сычики. И один хлеб длиннохвостой неясыти. Нам запретили длиннохвостого малыша высаживать к другим неясытям, потому что он еще маленький, и кто-то, может быть, его усыновит, а кто-то, может быть, его скушает. А это ушастая сова, и она делает вид, что она веточка. Вот. А еще, короче, Мария привезла эту. Это личинка ужасной совы. Очень гневная. Ну, это совсем маленькая ушастая сова. Тоже уже с колечком. Покольцевать не придется. Очень удобно. Причем у нее, видите, у нее есть кольцо там с номером ветврача, Маши Маркиной, и, короче, орнитологическое. Вот. У нас еще прибавился один сыч. Из Казани, я так понимаю. И из Волгограда приехало две ушастых совы и одна болотная. Вот. Ну, здесь, так как Валер большой, нифига не видно этих сов, они все где-то. Поэтому вам придется просто поверить, что они здесь где-то есть. Но не рада мне. Куда бежать? Куда бежать? Я пробралась. Вон, смотрите, смотрите, там вон внизу сидит злобный гоблин. Вот этот злобный гоблин это бородатая. Бородатая. Ой, господи, тьфу, бородатая. Болотная сова. Она не бородатая, она носатая. А это хлеб для нахвоста и неясути. Будете, Миш? Или вы уже сами питаетесь? Не будете. Вот это вот не полезно. Вот это полезно. А все остальное это вредное питание из Макдональдса. Или из KFC. Вот ей вообще все пофиг. Смотрите, штаны какие. Что это за исподние? Что это такое? Это нижняя юбка? Женщина, зачем вы меня трогаете? Сычи. По-хорошему, потом в маленький вольер переедут сычи. в отдельный. А я. А ты переедешь потом к диким, злобным неясытьям, которые покажут тебе, что такое дикая, злобная неясыть. У тебя, конечно, пока маленькое, но милое. Но вот этот гоблин меня просто... просто умиляет. Это что такое вообще? Что это за звуки? Я тоже в шоке, сова. Я тоже.